Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Важная новость для всего города. В целом в Москве одобрили заявку Кумертау на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. Статус будет присвоен после обучения управленческой команды и защиты проекта по развитию города. Положительное решение было принято на заседании соответствующей комиссии. Заседание прошло под председательством замминистра экономического развития Александра Цибульского. В нем также приняли участие зампредседателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, глава администрации Кумертау Борис Беляев и его заместитель Ирина Голованова. Обучение же управленческой команды начнется в ближайшее время, отмечает пресс-служба Кумертауской мэрии. Напомним, статус территории опережающего социально-экономического развития предполагает ряд налоговых льгот. Так, например, тариф по страховым взносам понижается более чем в четыре раза. Нагрузка на окружающую среду постоянно возрастает. Причиной тому, в частности, промышленные предприятия, все возрастающие потребности и сама численность населения планеты. Проблему решают уже сегодня, понимая, что завтра будет поздно. В России же экологическое направление не всегда в приоритете. Возможно, одной из причин тому большая территория страны. Однако вопросам экологии и охраны окружающей среды в наши дни все же уделяется большое внимание. Кумертау в этом плане тоже не отстает, тенденции следует. Так, на базе местного филиала ОГО провели Всероссийскую экологическую конференцию, на которой побывала и наш корреспондент. Экология становится одной из приоритетных тем на современном этапе развития человечества. Актуальными становятся проблемы загрязнения атмосферы, почвы и водных ресурсов. С целью привлечения внимания к этим темам в Кумертау в филиале Оренбургского государственного университета была проведена конференция по вопросам охраны окружающей среды и перестройки глобальной экономики на экологически ориентированную модель развития нашего региона. Участниками стали руководители государственных и научных организаций, специалисты в области экологического образования и воспитания, преподаватели вузов и специалисты различных отраслей экономики, курирующие вопросы экологии. Представителем одной из организаций Юга Башкортостана является Бугульчанская солнечная станция. Предприятие вырабатывает электрическую энергию за счет тепла и дневного света. В 2015 году была запущена. Пока в первую очередь это 5 мегаватт. В перспективе на этот год будет введено еще две очереди, будет всего 15 мегаватт. И вот в свете как раз этой конференции это предприятие является абсолютно экологичным. То есть не сжигается топливо, никаких выбросов абсолютно. То есть ни отходов вообще не существует. Конференция проходила в нескольких формах. Как пленарное заседание, круглый стол, научно-практический семинар и секционные заседания. Одним из рассмотренных вопросов за круглым столом стала организация переработки отходов в малых городах. В больших городах давно уже все это организовано, но в малых городах предприниматели не спешат организовать именно сортировку, именно переработку отходов. С 1 января 2017 года запрещено будет захоранивать отходы, не прошедшие сортировку. Население будет платить и за стихийные свалки, и за утилизацию, и за захоронение, и вносить плату за негативные воздействия на окружающиеся. Все это ляжет на плечи населения. Кроме проблем с загрязнением почвы, были подняты темы рационального использования вод для нужд населения и народного хозяйства. В городе Кумертау сейчас идет интенсивное обновление оборудования. Мы поставляли сюда 35 скважинных насосов для водоснабжения города Кумертау. В этом плане мы с Кумертауским водоканалом общий язык нашли и очень тесно с ними сотрудничаем. В подведении итогов была выделена основная, наиболее актуальная проблема переработки и утилизации твердых бытовых отходов. По мнению участников конференции, решение данного вопроса требует подключения не только надзорных органов, но и муниципалитета. Также руководителями государственных и научных организаций было внесено предложение создать программу по экологическому расписанию детей для общеобразовательных учреждений. Чемпионы мира по шашкам приехали в Кумертау, чтобы поддержать участников форума под названием «Будущее за нами. Строим сами». Айнур Шабаков и Айгуль Идрисова рассказали, как стать чемпионом, и ответили на вопросы молодежи. Чемпионы мира по шашкам встретились с молодежью в Башкирской республиканской гимназии-интернате номер 3. Мероприятие проходило в рамках молодежного форума «Будущее за нами. Строим сами». Айнур Шабаков – чемпион мира по малым шашкам. На днях он приехал из Китая, где проходили всемирные интеллектуальные игры. Айнур рассказал, что начал играть с шести лет, а сейчас его приглашают тренировать китайских шашистов. Толчком к развитию, по словам Айнура Шайбакова, стали уроки шашек в расписании школьных занятий. Там у нас также ставили оценки, домашние задания были, рабочие тетради, но все как полагается. Я помню тогда, когда сразу же после первых двух уроков у нас весь класс пошел на кружок шашек. Айгуль Идрисова – чемпион мира по блицу и интеллектуальным видам спорта. Она рассказала участникам форума, что сначала не старалась побеждать. Однако важную роль в становлении будущего чемпиона сыграла конкуренция с троюродной сестрой еще в детстве. То есть хотелось сыграть выше нее. Вот неважно, я буду, допустим, она будет последней, я должна быть предпоследней. Допустим, она 11, я должна быть 10 или выше, но никак не 12. И вот, и мы все так вот соревновались до класса 9. Также на базе БРГИ номер 3 проходили соревнования по волейболу. Они тоже проводились в рамках молодежного форума «Будущее за нами» с троим сами. Организаторы отмечают, что проблемы здоровья молодого поколения, а также развития спорта – одни из самых важных вопросов форума. Роман Бекулов, Сергей Николаев, Иван Семенов, телекомпания «Арис». В Доме культуры «Рассвет» в зале тяжелой атлетики участники из разных городов Башкортостана поборолись за приз Сергея Елисеева, выдающегося русского атлета. Десять команд из разных городов Башкортостана приехали в Кумертау для участия в республиканском чемпионате по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин на приз имени Сергея Елисеева, первого российского чемпиона мира по тяжелой атлетике среди любителей. Соревнования прошли в тренировочном зале Дома культуры «Рассвет». Кумертау был выбран не зря для проведения такого соревнования. В городе я вообще не первый раз, и поэтому еще раз хочу отметить, ваше специализирование зала очень нравится. Не только мне как судье, как тренеру, но и как спортсмену. Раньше я тоже, когда занимался телевизор, выступал в этом зале, поэтому давние традиции связывают нас с вашим городом, с вашим залом. Начались соревнования с построения участников. Далее 10-минутная разминка-разогрев и три попытки на выполнение двух разных упражнений – рвок и толчок. Общим результатом становится сумма двух самых удачных попыток с большим весом. На нынешнем чемпионате закупок борются женщины в весовых категориях от 48 кг до 75 и свыше, и мужчины весовой категории от 56 до 105 кг и свыше. Результаты упражнений предсказать невозможно. Даже у чемпионов нередко случаются неудачи. Вот почему кроме хорошей физической подготовки необходим правильный эмоциональный настрой перед выступлением. Волнение должно быть всегда. Без волнения, я уже по себе знаю, если я не волнуюсь, то я выступаю плохо. Поэтому волнение присутствует, оно должно быть. Я занимаюсь уже больше шести лет тяжелой атлетикой. Возряд у меня мастер спорта. Я выступала и как на Привозке федерального округа, как и на российских соревнованиях участвовала. Вот позапрошлым году я выступала в Грозном, во Владимире была, в Чебоксарах у меня был первенство по моим годам. Как бы с таким спортом Россию я повидала. Тренируют команды не только молодые специалисты и мастера спорта, но и ветераны тяжелой атлетики. Я тут тренирую уже полста лет, тренером являюсь. Так что у нас много мастеров подготовлено много. Мы выступали на всех уровнях. Советского Союза, России, ЦС. Это центральные советы раньше были такие, сейчас их нет. Мои воспитанники участвовали на чемпионатах мира и Олимпийских игр, которым мы тогда занимались. Это 90-е годы, конечно, там были совсем другие условия. Там были деньги, там были средства, там и восстановительные все мероприятия. А сейчас кто как может выживает за счет спонсоров. Вообще-то занимаются они с детского дома, с интернатов, вот такие люди, пацаны. Ну их надо кормить, конечно, естественно, совсем другие условия. Ну ничего, я думаю, эти трудности переживем и надеемся о лучшем. Соревнования завершились с хорошим командным результатом для сборной города Коммертал, занявшей третье призовое место. Даже не расстроилась то, что я заняла второе. Есть к чему стремиться, стремиться по стойким результатам. Не расстраиваться из поражения, а наоборот радоваться им и дальше тренироваться. На торжественной церемонии награждения начальник отдела молодежной политики и спорта Марат Гельманов вручал победителям заслуженные медали. Мы от всей души поздравляем от имени глава администрации города Коммертал и лично от себя. Спасибо организаторам, спасибо участникам. Кроме того, были награждены тренеры команд, которые заняли первое, второе и третье места в общем зачете. И присвоен на звание мастера спорта России Геннадию Семенову с вручением удостоверения и значка. Сходил в эту армию, пришел. Первое становление мои после перерыва почти два года. Так, посмотрим, как будет сегодня. Гульнас Филатов и Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В Коммертал прошел круглый стол среди школьников по изучению Нюрнбергского военного трибунала. Ученики общеобразовательных учреждений представили исследовательские работы, посвященные 70-летию самого крупного судебного процесса 20 века. В центре детского творчества собрались представители всех общеобразовательных учебных заведений, чтобы в подробностях изучить каждую деталь итогового события Второй мировой войны. Здесь любой школьник знает, за что именно судили фашистских лидеров. Я готов материал о живых голосах Нюрнбергского процесса. То есть о том, как свидетели показывают показания против фашистов, чтобы все получили по закону. Школьники досконально изучили историю процесса. Например, из докладов стало известно, что город Нюрнберг был выбран для трибунала не случайно. Основная причина – один из немногих уцелевших залов заседания. Но наряду с этим выбор был и символическим. Ведь Нюрнберг был идеологическим центром фашизма. Современная жизнь, современное время у нас настолько сложная и настолько часто у нас переворачивают историю, что действительно с телеэкраном очень часто слышим ужасные вещи, что у нас бендерцев награждают, дают героев, медали героев. И вот очень важно в этот период, в это время, чтобы современное поколение знало настоящую историю. Из выступлений участников стало понятно, что знания школьников об этом историческом событии весьма обширны. И несмотря на качественную подготовку своих работ, за круглым столом ученики узнавали все больше и больше, когда обменивались знаниями. Мы узнали о многих личностях, которые были предводителями вот этого самого фашизма, которые вполне заслужили то наказание, которое они принесли. Я выделил себя из нового, пожалуй, только о конфликте судопроизводства. Столкновение привело к большому затяжению Нюрнбергского процесса. Большое внимание участники круглого стола уделили приговору Нюрнбергского процесса. По словам учеников, его оглашали два дня, а перед этим было проведено более 400 судебных заседаний. Сам процесс продолжался почти 11 месяцев. Но несмотря на всю строгость суда, даже в таком серьезном деле, троих подсудимых тогда пришлось оправдать. Роман Бекулов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В Кумертау установят строгие правила по отлову бездомных животных. Теперь их нужно будет содержать и лечить. Готов ли город справиться с поставленными задачами, выяснял Роман Бекулов. В последнее время все острее встает вопрос о бездомных животных. Но если раньше их можно было просто отстреливать, то теперь это запрещено законом. Управление ветеринарии Республики Башкортостан установило жесткие правила, согласно которым бездомных животных необходимо содержать и оказывать ветеринарную помощь. По словам заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Юрия Курова, обязательства по финансированию этих расходов лягут на республику. Ездил начальник отдела городского хозяйства. На совещании, которое проводило управление ветеринарией только вчера там было заявлено, что республика подписала наконец-то положение об порядке отлова и содержания бездомных животных. Достаточно серьезный документ, который нас, как администрации, ставит в такие жесткие критерии. До прошлого года отловом бездомных животных занималось предприятие дорожно-озеленительных работ. Теперь, когда возник вопрос о содержании, ветеринарной помощи и стерилизации, появилась новая задача – обеспечить для всего этого достойные условия. На сегодняшний день в Кумертау есть один приют для бездомных животных. Он работает на правах благотворительной организации. По словам руководителя приюта Дмитрия Жаркова, организация может обеспечить содержание при активной помощи волонтеров, но пока не может заниматься отловом. Руководитель приюта заявил, что такая перспектива может обсуждаться, но без сторонней помощи начать отлавливать бездомных животных они не готовы. Соответственно, отловом животных должны заниматься люди, имеющие специальное образование. То есть в бригаду должен входить как минимум один водитель, один кинолог и один ветеринарный специалист. Либо это ветфельдшер, либо это ветеринарный врач. На сегодняшний день в приюте есть волонтеры, которые посещают животных каждый день. Антон Быков – ветеринарный врач. Он рассказал, что каждое животное в обязательном порядке проходит осмотр. Но это далеко не последняя функция Антона в приюте. Тот же осмотр, лечение. Слежу за здоровьем этих же животных. Где-то стараюсь какое-то возможное назначение в том же кормлении назначить. Тот же ремонт вместе с остальными ребятами. Также мы это все делали. Также каждый день здесь любое животное, которое попадает в приют, прежде всего попадает ко мне на осмотр. По словам руководителя приюта, очень важно, чтобы каждому животному уделялось внимание человека. Это не только кормление и уборка, но и простое общение. Виктор Швецов начал помогать приюту с его основания в апреле прошлого года. Обратился в ветеринарную клинику с котом. Антон Николаевич предложил помочь в создании приюта. Поначалу здесь строительство ушло, все делали, ремонт. А дальше уже вот, все здесь. Так как сейчас рук не хватает, народ как бы мало ходит, поэтому я здесь каждый день. Евгений Абрамов работает торговым представителем. Недавно он привез в приют бездомную собаку. Теперь в свободное от работы время он помогает в обустройстве и кормит животных. Собака сейчас в помещении, в теплом. Она истощена, ее нужно откормить, может быть подлечить. Пришла она на базу к Пчеляковым, там сотрудники ее подкармливали. Ну вот сердце екнуло, захотелось помочь. Помещение приюта имеет достаточную площадь, чтобы принимать животных. Однако пожертвований и рук волонтеров может не хватить на содержание и уход. Со дня основания приюта здесь постоянно ведется ремонт. На архивных кадрах вы можете увидеть, в каком состоянии находилось помещение до начала восстановительных работ. Сегодня приют для домашних животных бесплатно отдает питомцев в добрые руки. Руководитель Дмитрий Жарков заявляет, что обработка и содержание сегодня производятся за счет пожертвований, а кормлением и уходом занимаются волонтеры. Все-таки приют у нас на сегодняшний день не финансируется, не государством. То есть он существует на средства, скажем так, волонтеров, на добровольные пожертвования. Мы в городе сейчас, в некоторых магазинах, размещаем контейнеры в помощь бездомным животным. Плюс у нас сейчас создана страничка ВКонтакте, усы, лапы и хвост. То есть хотелось бы, чтобы неравнодушные люди как-то поактивнее участвовали в жизни приюта. То есть это не только финансовая поддержка. Постоянно нужны люди, которые приходили бы, помогали бы в уходе за этими животными. Федеральный закон номер 44 от 5 апреля 2013 года теперь обязывает городскую администрацию провести конкурсный отбор, который должен определить, кто способен правильно, а главное гуманно, выполнять отлов и содержание бездомных животных. У нас готова вся конкурсная документация с описанием. Мы ждем положение, которое буквально на днях должно прийти подписанное. На основании этого положения мы внесем свои изменения в конкурсную документацию и уже объявимся, чтобы выбрать, кто этим будет заниматься. Отдельно Юрий Куров отметил, что некоторые недобросовестные хозяева домашних животных отпускают своих питомцев на улицу без поводков и намордников. Заместитель главы администрации напомнил, что за инциденты с домашними животными ответственность несут хозяева и величина штрафов начинается с цифры в 5000 рублей. Относитесь ответственно к своим домашним животным и помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Роман Бекулов, Иван Семенов, телекомпания «Арис». Такой вид спортивных состязаний, как пионер-бол, не утратил свою актуальность по сей день. В него продолжают не просто играть, но и устраивают чемпионаты. Один из таковых прошел накануне в школе номер 6. Соревновались пионеры. Что из этого вышло, расскажет Гульна Асфилатова. В рамках реализации программы игры материк золотой пчелы на географическом пространстве «Спортивная лужайка» прошел Кубок города Кумертал по пионер-болу среди пионерских содружеств детской организации «Росток». Мероприятие организовано с целью пропаганды здорового образа жизни и вовлечения членов организации в регулярные занятия физической культуры и спортом. В соревнованиях приняли участие пионеры 5-х и 6-х классов. Пионерские содружества с большим интересом участвуют в таких мероприятиях. И я, как руководитель пионерской организации, хочу выразить благодарность отделу молодежной политики и спорта за помощь в организации и проведении соревнований по пионер-болу. Правила игры пионер-бол во многом схожи с волейбольными. Мяч разыгрывают две команды по 6-7 человек, отбивая его через сетку. В отличие от волейбола, в этой игре мяч разрешено ловить руками. Но передвигаясь по площадке, можно совершать не более трех шагов. Традиционно ход состязания пионерских содружеств контролирует учителя физкультуры и главный судья республиканской категории. «Организация на уровне проходит, ребята стараются, видно, подготовка. Люди готовились, команды готовились. Школы хорошие, пятая школа, шестая тренированная, гимназия хорошо играет. Десятая школа, вот я отмечаю. Каждым годом подготовка отличается. Опыты набираются у волейболистов. Пионер-бол – это взаимосвязанность. Первый – пионер-бол, играют шестой класс, потом уже волейбол – седьмой, восьмой класс. Так что опыт они набирают с каждым годом. В соревнованиях все интереснее, интереснее становится». Не всегда опыта и хорошей технической подготовки бывает достаточно для победных результатов. «Игра прошла не очень. Мы поссорились на игре. Начали ругаться. Кто-то мяч не поймал, кто-то перекинул, кто-то в сетку. Кто-то глушку не поймал. В общем, игра не очень». Наиболее волнительными и эмоциональными соревнованиями стали для старших вожатых-содружек. «Очень насыщенная игра. Несмотря на столь юный возраст участников, всего лишь пятый-шестой класс. Я даже не ожидала, что они так будут играть. Очень сильные соперники, все достойные. Но, конечно, я очень расстроена, что мы не победили, даже не вошли в тройку. Но все равно главное не победа, а участие». «Это же мои ребята, мои воспитанники, мои дети, и душа болит за каждого из них». Несмотря на проигрышные моменты, «Пионер Бл» является одной из самых увлекательных игр, набирающей популярность среди современных школьников. «Мне понравилась игра, и я пришел поболеть за 10-ю школу. Мне нравится, как играет игрок Даниил Жуков. Он хорошо двигается, хорошо подает подачу. Ну и вообще мне нравится «Пионер Болт». «Сегодняшняя игра мне нравится. Мы отыграли за третье место. 10-я школа отыграла за третье место». Завершилось мероприятие торжественным вручением грамот командам, занявшим первые, вторые и третьи места. «Соперники были не сильные. Играли как могли. Старались играть на всю. Выложились на полную. Сделали, что смогли». Кроме того, пионерским содружеством, участвовавшим в соревнованиях, начисляются баллы за исследование географического пространства «Спортивная лужайка» в качестве путешественников. По итогам года баллы суммируются и определяется победитель в игре «Материк золотой пчелы». Это была последняя информация выпуска. До свидания.